Я думаю, что лучше им присоединиться к России, как было раньше. В Молдове нечего делать евросоюзу. С ее нищей, что они даже заказ не могут заплатить. Зачем говорить дальше? Многие не одобряют вот эту вот Путина систему. Не одобряют напугал людей. Все мирозрушены. Ой, Боже, что творится? Все боятся сейчас. Сегодня мы признаем церковь и адерация Республики Молдова на Униуя Европа. Республика Молдова требует собрать у европа. Мы готовы сделать все для реализации этого объектива национально-фундаментного. Чететенцы выбрали эту опцию. Они увидят в будущем наши страны в Униуя Европа. Я за мир во всем мире. Боже, что они хотят сделать, мне кажется, что без на все решения. А как вы думаете, Молдова вступит в Европейский Союз, когда это произойдет? Ваш прогноз? Не знаю. Ничего не могу сказать. А как это может отразиться на Приднестровье? Ну, я думаю, что не в хорошую сторону. Почему? Ну, они же добиваются миротворцев, чтобы сняли отсюда. Я думаю, что это они есть хорошие. Все хотят жить, хорошо жить, чтобы без войны. Не знаю. Примут, примут. Дорога открыта. Если примут, то и принимают. Все хотят жить хорошо. Как вы думаете, Молдова станет членом Европейского Союза, когда это произойдет? Мне кажется, что да. А когда произойдет, время покажет. А как это может отразиться или, может быть, нет на Приднестровье? Мы это будем видеть. Наверное, у каждого свое мнение, я не знаю. Наверное, ничего хорошего. Смотрим на весь мир, что творится. Подать они подали, но когда это будет? Будет ли это вообще? Это вопрос спорный. Я знаю, что Молдове еще надо очень сильно подтягиваться до статуса, который необходим для вступления в Евросоюз. Но, как вы думаете, Молдова имеет шанс вступить в Европейский Союз? Ну, не мне судить. Я многого не знаю, поэтому точно сказать не могу. Но шансов, как по мнению, не очень много. По общению с близкими, с друзьями, тут больше пророссийское настроение, чем нежели в Молдове. Многие не одобряют вот эту вот Путина систему. Не одобряют, напугал людей, всеми разрушены. Ой, боже, что творится? Все боятся сейчас. А как вы считаете, Молдова стоит в Европейский Союз и когда-то произойдет? Я думаю, что правильно делать. Я думаю, что от России ждать нечего. Мы и так второго сорта Молдоване. Всегда считали нас второго сорта. И шаки получили. Давно стремиться через Румынию в Евросоюз, конечно. Ну, не знаю. У нас и без Евросоюза хорошо в Приднестровье. А есть ли шанс у Молдовы стать кандидатом? Ну, кто его знает. Такая политика у них сложная, такое все, что не нам это решать и не нам судить. А как это может отразиться на Приднестровье? Ну, я думаю, что Приднестровье так хорошо, что Приднестровье уже привыкло к своей политике, к своей конституции. Все хорошо у нас. Все так у нас строится. Все благоустраивается. Я думаю, что главное, чтобы у нас все укреплялось в Приднестровье. Экономика, чтобы все было стабильно. Чтобы мы перешли, стали российской территорией. И тогда у нас все будет хорошо. И тогда у нас будет процветающим край. У нас совершенно другие друзья. Самое главное – это Россия. Поэтому сейчас в Евросоюзе очень сложно. Там они сами с собой не могут разобраться. И вот это вот все. И вникать в это. Не знаю. Нам и так хорошо. Отношусь нормально. А есть шанс или нету – жизнь покажет. А как это может отразиться на Приднестровье? Я думаю, только в положительную сторону. Потому что Приднестровье и так, и так сегодня продает в основном в Европу. В Румынию, в Молдову. Что тут? Я ничего такого не вижу. Чем теснее будем, думаю, тем лучше. Шансы, мне кажется, нулевые. Ну, подали заявку на вступление в ВС, в ВС, да. Как вы к этому относитесь? Неважно. Мне нравится. Я против ЕС, против этого всего. Почему? Ну, не знаю. Что-то там непорядочное, мне кажется. Существенное мышь не вступая в волнительство против ЕС. Мы-то нет. Мы больше сейчас Россию смотрим, наблюдаем за событиями в России. Интересно ваше мнение. Молдова подала заявку на получение статуса кандидата в Европейский Союз. Вот что вы думаете об этом? Есть ли шансы в Молдове? Я думаю, что лучше им присоединиться к России, как было раньше. Вот это действительно будет для них хороший выход. Вместе создать общую семью, как было раньше, и жить как раньше, дружно. Присоединиться всем к нам на ЕС. Ну, это что-то такое для нас, это что-то непонятное. Где оно, это ЕС? Россия, вот она, близко, рядом. Ну, вряд ли они получат ее, с ее позицией. Я лично считаю, что они никогда не получат, потому что Евросоюз только с Европой, только с нами, с Приднестровьем, где мы от нас, Молдова. А мы же хотим отдельное, наша отдельная страна же, мы все уже, все они... Получается, что мы все, нас хотят взять на готовенькое уже, все готовое. Вот, так что я говорю, что вряд ли это будет. И считаю, что нам, в Молдове нечего делать, в Евросоюзе. С ее нищетой, что они даже заказ не могут заплатить. О чем говорить дальше? Да, мы согласны, нам все равно куда. Лишь бы, чтобы не было войны. И там уже сразу Америка, начнется Евросоюз, начнется, это вот, Румыния подключится, все эти, вот, Евросоюз и Георгиевскую ленточку, не проведение 9 мая, я считаю, что это кощунство и неуважение к памяти наших предков. Проведение ЛГБ, как это там, этот фестиваль неизвестных, непонятных личностей, то есть, как бы, это, там, конечно, вообще ужасно творится. Молдова подала заявку на вступление в ЕС, да, на статус кандидата. Как вы к этому относитесь, есть ли шансы? Как я к этому отношусь? Отношусь отрицательно, потому что очень много видно последствий, когда подают заявки на кандидатуру в ЕС, и люди после этого, то есть, страдают обычные жители, они, поэтому отрицательно отношусь. Единственное, что знаю, что вывод миротворческих сил должно быть с Приднестровья, и по поводу газа российского, что, то есть, отказ от России от газа, то есть, как бы, там, ну, бред. Я считаю, если с Россией наладить отношения, и жизнь будет по-другому. Мы Европе не нужны, и только земля нужна. Это мое мнение. Ну, каждый имеет право подавать заявку, куда хочет. Шансы, не знаю. Шансы маленькие, я думаю. Ну, не тот уровень экономического развития, а юстиции и всего прочего. Как вы думаете, отразится ли это, если это произойдет, на Приднестровье? Да все, что происходит, все на нас отражается. Вокруг. И в Молдове, и в Украине, конечно, произойдется. Не знаю, в какую сторону. Лучше или хочешь, но отразится. Редактор субтитров А.Семкин